МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ребята в Чувашии обеспечены местами в детских садах. Насколько доступно дошкольное образование? Для детей старше трех лет вот эта очередность ликвидирована. Но пока на данный момент сохраняется определенная очередность для детей до полутора лет. Но вы уже сказали о том, что большая работа проделана правительством Чувашии по строительству. И введению мест для наших детей в дошкольных образовательных учреждениях. Да, действительно, у нас была проделана большая работа. Давайте напомним, сколько всего детских садов было построено за последние годы? Ну, скажу так, что у нас порядка 4 миллиардов рублей было потрачено на этой цели. И были введены в эксплуатацию более 22 тысяч мест для наших детей. Это большой скачок. И в то же время мы говорим о том, что эту работу мы не закончили. Мы продолжаем строить детские и образовательные учреждения. В этом году мы введем в эксплуатацию в городе Чебоксары четырех садиков. Четыре садика мы введем в эксплуатацию. Это у нас микрорайон Садовый на 240 мест. Потом Радужный микрорайон получит 100 мест для детей. Далее Новый город и у нас Альгишево получит. Плюс мы планируем в этом году еще в проекте 60 мест ввести в селе Комсомольское Чувасской Республики. Это вот такой большой объем работы. Ну, вот насколько я помню, у нас были планы до 2020 года построить еще в общей сложности 11 образовательных учреждений. То есть эти планы по-прежнему остаются? Эти планы, они будут реализовываться. Вот насколько я в курсе, в некоторых муниципалитетах даже дети до двух лет уже, время начиная с двух лет. Да, это, вы знаете, вот это очередное, оно условно, потому что наибольшая плотность детского населения, понятное дело, находится в крупных городах Чебоксара, Новочебоксарск, Канаш. И, соответственно, понятное дело, что мы упор делаем на ликвидацию очередей именно в этих муниципальных образованиях. А в других, более таких, значит, спокойных муниципалитетах, там никакой очереди нет. Это вот в основном сельские районы. То есть там практически все обеспечивают, все желающие. Вообще, надо сказать, что вот система, значит, дошкольное образование, она у нас очень большая. И вот в этой нашей системе работают более 6400 педагогов. И, соответственно, значит, порядка 76 тысяч детей ходят в дошкольное образовательное учреждение. И представьте, вот это какая армия. Юрий Николаевич, но в то же время мне неоднократно приходилось слышать от воспитателей. Вот прям жалуются, говорят, что бывает такое, что дети вроде бы и должны ходить в детский сад, но по каким-то причинам родители пропускают очень много. Так ли это? Да, такая проблема существует, действительно. Мы буквально недавно сделали анализ, и результаты не очень радуют нас. Потому что если мы говорим о том, что государство старается ликвидировать очередность и гарантирует предоставление путевок в дошкольное образовательное учреждение нашим детям, то, соответственно, родители, получая путевку, не очень стараются прилежно соблюдать правила. То есть дети пропускают посещение в эти учреждения. Вот в частности, если сказать о том, что город Чебоксары, если в стопроцентном варианте взять, то посещают всего 65% детей. Ничего себе. Представляете, значит, какая цифра? А 35%... То есть это такая средняя загрузка, да, в день? Да, да, да. Загрузка такая, в среднем получается. Ну, там разные причины бывают. Понятное дело, что у нас есть сезонное время, когда существуют инфекции. Так, да, это грипп, все остальные, ОРВИ. И разные периоды бывают, когда это в основном летнее время, когда у нас родители уходят в отпуска. Ну, это дело святое. Да, это святое дело. Но есть, конечно, и субъективный характер. Это когда родители стараются, значит, не пускать детей по каким-то непонятным для нас причинам. Ну, вы должны понимать, что мы ведь, когда, значит, выделяем средства для функционирования каждого дошкольного учреждения, то это расходы на коммунальные услуги, это расходы на, значит, оплату нашим педагогам, это другие расходы. И в то же время, значит, эти расходы появляются, в то же время, вот за счет чего мы финансируем, за счет самих родителей, да. И, прошу прощения, я перебиваю, то есть эти расходы не зависят от наполнеемости детского сада. То есть это не по душевой нормативе. Это не по душевой норматив. Один человек ходит, 20 ходит. Как можно, допустим, в группе 25 человек, допустим, да, грубо скажу, и пришли 17 человек. Мы ведь не будем уменьшать отопление. До 17 человек, согласна. Далее, потом, педагог, он пришел на работу, он работает, конечно, может быть, ему проще работать с меньшим числом детей, но в то же время, ведь педагог тоже, он, если, скажем, зарплату получает в среднем, там у нас средняя заработная плата 18 400 с небольшим рублей, то, соответственно, конечно, какие-то стимулирующие характеры, значит, оплата труда, они будут меньше, когда меньше людей ходят. При этом это же не вина педагога. Это абсолютно не вина педагога. Когда ребенок пропускает посещение и не посещает, он упускает многое. Это, в первую очередь, это образование. Он лишается получать какие-то знания, когда педагог уже методично изо дня в день дает им в определенном плане какие-то знания. Это первый момент. Второй момент – это оздоровительная часть. Ведь все делается по программе, по утвержденной программе, когда ребенок какой день, какие занятия он должен посещать. Это и на улице они занимаются, это они занимаются и в группах. Соответственно, это идет воспитание, это физическое воспитание и в целом само воспитание вбирает в себе все эти виды деятельности. Поэтому я бы хотел, чтобы ваши дети, уважаемые родители, не пропускали и регулярно посещали дошкольные образовательные учреждения. Коль уж такая возможность есть. Да. Но государство гарантирует всем. В то же время мы говорим о том, что вы максимально должны использовать эту возможность. Спасибо, Юрий Николаевич. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев. Спасибо за внимание. Всего доброго.